Септрогил инструкция по применению лекарственного препарата. Владелец регистрационного удостоверения, Аксерлэбс, ПВТ, ЛТД, Индия, КОТА и ТИЭКС, J01XD01 активное вещество, метронидозол лекарственная форма, Септрогил форма выпуска, упаковка и состав препарата Септрогил. Раствор для инфузии 1 мл 1фл. Метронидозол 5 мг 500 мг 100 мл, Флаконы полиэтиленовые, 1 пачки картонные. Клиника фармакологическая группа. Противопротозойный препарат с антибактериальной активностью. Фармакотерапевтическая группа. Противомикробные и противопротозойные средства фармакологическое действие. Противопротозойные средства. Полагают, что механизм действия связан с нарушением структуры ДНК чувствительных микроорганизмов. Активен в отношении 3-чомоносвагинолис, гарднерелловагинолис, джоярдия ламблия, энтамобоохистолитика, а также облигатных анаэробных бактерий, в Т. Ч. Бактероиды с СПП, фусобактериум СПП. Закрывающая круглая скобка. К метронидозолу устойчивые аэробные микроорганизмы. В комбинации с амоксицелином проявляет активность в отношении хеликобактер пайлори. Полагают, что амоксицелин ингибирует развитие резистентности хеликобактер пайлори к метронидозолу. Показания к применению трихомонадной вагиниты уретрит у женщин, трихомонадный уретрит у мужчин, ламблиоз, амебная дизентерия, анаэробные инфекции, вызванные Чувствительными к метронидозолу микроорганизмами, комбинированная терапия тяжелых смешанных аэробно-анаэробных инфекций. Профилактика анаэробной инфекции при хирургических вмешательствах, особенно на органах брюшной полости, мочевыводящих путях. Хронический алкоголизм. В комбинации с амоксицелином, хронический гастрит в фазе обострения, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в фазе обострения. Ассоциированные с хеликобактер пайлори. Для наружного и местного применения, лечения розовых и вульгарных убрей, бактериальной вагинозы, лечения длительно незаживающих ран, трофических язв. Способ применения и дозы Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования. Внутрь взрослым и детям старше 12 лет, по 7-5 мг КГ каждые 6 часов или по 250-750 мг 3-4 раза, суд. Детям до 12 лет, по 5-16, 7 мг КГ 3 раза, суд. При введении взрослым и детям старше 12 лет начальная доза составляет 15 мг КГ, затем по 7-5 мг КГ каждые 6 часов или в зависимости. От этиологии заболевания, по 500-750 мг КГ каждые 8 часов. Длительность курсов лечения и частота их проведения определяется индивидуально. Интравагинально, по 500 мг 1 раз на ночь. В комбинации с амоксицелином, 2,25 г, суд, суточная доза метронидозола 1,5 г, кратность приема 3 раза, суд. Для пациентов с выраженными нарушениями функции почек, как аминьи 30 мл, мин, и, или печени суточная доза метронидозола 1 г, амоксицеллина 1,5 г, суд, кратность приема 2 раза, суд. Наружно и местно применяют 2 раза, суд, дозу устанавливают индивидуально. Максимальная суточная доза для взрослых при приеме внутривк введений составляет 4 г. Противопоказания к применению Органические поражения, ЦНС, болезни крови, нарушение функций печени, айтриместр беременности, повышенная чувствительность к метронидозолу. Применение у детей в комбинации с амоксицелином не рекомендуют применять у пациентов моложе 18 лет. Особое указание С осторожностью применяют метронидозол при заболеваниях печени. В комбинации с амоксицелином не рекомендуют применять у пациентов моложе 18 лет. В процессе лечения необходим систематический контроль картины периферической крови. Во время лечения трихомонадного вагенита у женщины трихомонадного уретрита у мужчин рекомендуется воздерживаться от половой жизни. Одновременное лечение обоих партнеров является обязательным. Во время применения метронидозола наблюдается более темное окрашивание мочи. В период лечения метронидозолом следует избегать приема алкоголя. Т. Вследствие нарушения окисления алкоголя может происходить накопление ацетальдегида. В результате могут развиться реакции, сходные с теми, которые характерны для десульферама, спастические боли в животе, тошнота, рвота, головная боль, внезапный прилив крови к лицу. Лекарственное взаимодействие. При одновременном применении с антоцидами, содержащими алюминий и гидроксид, с колистирами нам немного уменьшается абсорбция метронидозола и ЖКТ. При одновременном применении метронидозол потенцирует действие непрямых антикоагулянтов. При одновременном применении с десульферамом возможно развитие острых психозов и нарушение сознания. Нельзя исключить повышение концентрации карбомазепина в плазме крови и повышение риска развития токсического действия при одновременном применении с метронидозолом. При одновременном применении с ланцепрозолом возможно гласит, стоматитой или появление темной окраски языка, с лития карбонатом. Возможно повышение концентрации лития в плазме крови и развитие симптомов интоксикации. С преднизоном повышается выведение метронидозола из организма вследствие ускорения его метаболизма в печени под влиянием преднизона. Возможно уменьшение эффективности метронидозола. При одновременном применении с рифампицином повышается клиренс метронидозола из организма. С фенитойном возможно небольшое повышение концентрации фенитойна в плазме крови. Описан случай развития токсического действия. При одновременном применении с фенобарбиталом существенно повышается выведение метронидозола из организма, по-видимому, вследствие ускорения его метаболизма в печени под влиянием фенобарбитала. Возможно уменьшение эффективности метронидозола. При одновременном применении с фторурацелом усиливается токсическое действие, но неэффективность фторурацела. Описан случай развития острой дистонии после приема однократной дозы хлорохина у пациента, получающего метронидозол. При одновременном применении с циметидином возможно ингибирование метаболизма метронидозола в печени, что может привести к замедлению его выведения и повышению концентрации в плазме крови. При одновременном применении этанола у пациентов, получающих метронидозол, возможно развитие десульферомоподобных реакций.